просто создайте чат с крапом чат без крапа у нас он будет играть справедливости блять если лига будет тонуть тогда уже пускай они лояльность повышают а сейчас можно пользоваться за файер не дать команду тура ну не жатко причем туда 1099 омрачила победу легендарную победу макала вот этот чей 39 подряд чуть-чуть будет специально он это у него единственная женщина только ехать я никогда не попадал там есть ставишь об собаку ехать давай история сейчас самое время зашкварные истории да то что ты заложил что я не успел заложить я практически там было прям в шаге от того что неожиданная вечер этих до чего за кадром начали обсуждать по поводу того что некоторые президенты идут на крайнюю меру чтобы спасти свои проекты он был вот совсем недавно решил объединиться вот как вариант вот у меня была ситуация в чисто питер решили машину искали человека который под расписку за машину ну типа да денег долг чтобы расчитаться короче твоя история а теперь моя история по поводу денег я короче тут свои деле вечер я может дать миллион он такой на полтинник просила я думаю у меня может кредит я Я говорю, тебе зачем? Он говорит, да я сейчас подниму, будет 10. Два верну, блядь. Я говорю, тебе завтра отдам. 700 бонусов, блядь. И краб такой мне говорит, вот сюда заправляю, вообще верная тема. Вот. И Гер такой, ну все, окей, хорошо. И уже когда уже дошло до самого этого, он говорит, ты можешь кругляшки ее прислать? Блядь, я реально в моменте, ну типа он такой, типа мне, ну типа там, я могу сказать, ну что, ну типа машину, типа он менял свою на новую. Вот. И надо было, да, ну там суть в том, что были лимиты у него, он говорит, можешь вот, блядь, на сутки мне занять, я тебе приведу. Ну там у Сбера, да, определенное количество, типа бабок можно. Лимит, я говорю, давай, типа помогу. И все, и типа, и он еще такой, типа, и номер скидывает такой, ну это не мой, вот сюда переводи. И типа фамилия имя. И я такой, нихуя, я такой. Вконтакте взломали что-то? Нет, блядь, телеги пишут. Я реально телег взломали. Я говорю, Вась, можешь записать? Нет, это серьезные истории. Можешь записать, типа, блядь, там голосовое, блядь, или кружок, нахуй. И он так, нахуй, как будто, блядь, в багажнике в какой-то темноте, блядь, такой. Да это я, я. И все, блядь, не тиши. Напомню, вот маленький кружок, как будто его заставили сказать, блядь. Думаю, выкуп за Евгеньевича, блядь, что происходит? Нет, потом позвонил, сказал, это я, я, но объяснил, что, типа, блядь, где-то на улице они там, блядь, встали на перекрестке, в темноте. Это еще был, по-моему, один с вечера, там, что-то уходил. Да, вечер. Потому что ты темщик такой. Да, да, да. Но еще круче... Вернул в два раза больше, блядь, на следующий день. Еще круче история, это у Сибыча, когда, я знаю эту историю, короче, мы кушаем по странировке в авиапарке. Немного напрягся, конечно. Да, и Камил, встреча Камила, типа, бабки должны, блядь, дать. А, по рукой? Да, 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 да. Вот, и просто, знаешь, как в фильмах, короче, алло, Сибыч такой, ну еще где, на парковке, нормально. Мы выходим на парковке, подъезжает, а у Камила же, этот, В-класс, подъезжает водитель на В-классе. Я думал, что нас реально снимают, что это был как стиль, реально подъезжает машина, я думаю, то ли сейчас там выскочит дядь с пулеметом. Ты такой, я еще не успел, блядь, денег забрать, меня хуже заломают. Ну реально, немножко так, но потом... Как будто бы нечестный, да, типа, деньги? Знаешь, когда на парковке, и тут Сибыч такой берет, заходит в эту машину, берет, и полиция, все... У меня так была когда-то первая МКС, мы работали с одной бухмекерской конторой, которая выдавала деньги на МКС, ну типа на участие. Это вот где жеребелка была на улице? Да, 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 ну и там типа, ну чтобы понимали, ну там прям, блядь, это вообще неспоставимо, нахуй, ни с чем сейчас. Но суть в том, что это, ну все равно, типа, все равно с шестью нулями, типа сумма плюс-минус, вот как тебе занимал на тачку. Но дали наличкой, Москва-Сити. И мне, и я такой, блядь, а я приехал, я, блядь, ни разу в жизни не видел вживую, блядь, такое количество, как нахуй, как они выглядят, эти деньги? Слух там было, на первый МКС, бюджет первый МКС. Ну я могу сказать, 4 миллиона, вот, 4 миллиона бюджет МКС. И это, типа, выглядело, и мне дали, типа, пачками, блядь, денег, вот так, нахуй, как в Сбере, там, типа, да, 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 и с этими, да, да. И я такой, блядь, вообще, нахуй, как, как, по мне говорят, ну, типа, проверяйте, я, блядь, как, нахуй, настоящий, я ебу там в середине, может, нахуй, знаешь, по бокам, блядь, 500-ки такие, а внизу банк приколов. Ну вот. Играл дома в этом? И я? Как игра называется? Я их сразу, нахуй, повез, блядь, на Спартак арендовывать, и на Сапсан, блядь, поляну, блядь, на турнир. А хватило или ты ушел в минус, блядь? Не, ну в минус, да, это, типа, вот, были бабки, плюс еще, которые с видосом зарабатывают. Ну тогда Амкал, благо, блядь, существовало 2 месяца, и потом, нахуй, 10 месяцев зарабатывать можно было. Кстати, по просмотрам, Гера, у тебя, вот, сразу инвестор не подъехал. Ну сейчас реально мало собирает. А он может доебаться. Расскажу просто, короче. Это Сева спросил в ухоте? В лифте, во-первых, там лифт, 60 этажей. И с каждым вопросом он стоит под стол спал, да, и послуживать Амкал. И последний вопрос, уже не послал Герман на колене, как типа, ну, есть? Герман, мне чуть-чуть так же, пачечку. Короче, 60 этаж какой-то, блядь, Москва-Сити, на каждом этаже, блядь, кто-то заходит. На каждом этаже, блядь, кто-то заходит. На каждом этаже, блядь, кто-то заходит. Поднимаешься, раз миллион. Я с рюкзаком, как долбоеб, вот так. И я на каждом этаже заходит, как-то мужик, ну, пиздец, блядь, сейчас точно мне пизда, блядь, я еще машина поставил на парковке в Афимоле, блядь, я так шарахал со всех, я клянусь, я бы уверен, что меня сейчас отпиздят и заберут. Давай за вопрос. Да, Геру не отпиздили, все хорошо, по просмотрам, ну, реально пугает, почему так мало. Геру НКС? Нет, сейчас. Есть какой-то теневой банк, как вы считаете? Слушай, ну, нет, ну, у нас, ну, как у многих. Покажи, как у тебя испугли, ну, ты увидел, увидел канал Германа, и как происходит. Вообще невероятно, невероятно, невероятно. Слушай, нет, ну, во-первых, хочется сказать, что, типа, там, 200-300 тысяч, ну, конечно, в сравнении с теми мало, ну, типа, это, в любом случае, блядь, второй результат, да, в медиа-лиге, и во всех, кто занимается этой... Это сейчас про зарплаты идут, и рекомендуют? Нет, про просмотры. А, во-вторых, у нас совсем много получается. О, кстати, я-то не думал, по 500, если платить, но, может, и 500, ну, корреляция будет. 500 платишь, 500 просмотров тысяч. А, так надо. Короче, мы же влипли в дроты, когда у вас нас насил все видосы. Ну, я извиняюсь, я тебе перебью, но у Васи и Басти так и сказали, что если по 500 платить, свободно? Да, то тогда это вообще разрыв будет полный. Короче, несколько видосов снесли, ну, типа, прилетели страйки, мы выжидали два страйка у нас было, несколько видосов прям удаляли, типа, сносили, без возможности перезалить. Ну, блядь, возможно, это как-то повлияло. Ну, так, блядь, такая реальность. Можно ли тебя страйкменом называть? Не хотелось бы, блядь, чтобы сейчас после этого вы накаркали, блядь, и еще один пришел. А задумался бы полностью скрыть ВК? Можешь скрыть ВК вместо меня? Нет, ну, есть приложение передишествие от ВК, у нас есть, ну, мы часть контента снимаем эксклюзивно в ВК, но пока что прям полностью переход не хочется, хочется все-таки немножко и туда, и туда работать. А еще недавно был... Я тебе просто в студии, я тебе сказал, я пишу ему, Вань, я говорю, ты хорошее интервью свое снимаешь, я говорю, возьми у меня и студию, сними просто, ну, отдельно, не обязательно. А вы когда не классика, это, типа, блядь, не я просто, вы когда название придумали? Это изначально вы задумывали, что вы... Это же изначально вообще Егоров придумали. Ну, вот я говорю, это изначально против меня, правильно? Ну, я так думаю, типа, не классика, а это, блядь, аль-классика, а мы тогда не классика. Ну, честно. Еще из последнего, вот, по контенту, вы сняли видос, то, что отправлять футболку в космос, и был пост в Рифму и Панч. Это вы закупили рекламу там, или они просто решили сам запустить? Пари, Пари, Пари. Сейчас Пижа будет ролик. Какой? Там есть прикольный, прикольный видос. Ну, опять же, у нас сейчас выйдет видос, например, мы с Сибачем снимали с Артемием Лео видео, и там тоже будет достаточно сильный шеринг от Пари, ну, типа, они поддерживают видос. Тоже переживают. Давай мы шеринг. Ну, они такие, типа, блядь, выбирали, думали, вне классика купить, нахуй, за 5 тысяч, блядь, пост или... Или, нахуй, или в Рифму и Панч, блядь, выбрали... Я клянусь, говорю, Ваня, дайте, блядь, тебе. Не надо, нахуй, никуда. Кормили. Ну, кстати, говоря о контенте и о его качестве в соотношении с просмотрами, я очень жду, какая будет отдача от этого ролика, потому что это впервые, наверное, долгое время, когда я супер кайфанул от именно... Ну, от того, что было на съемках. Слушай, ну, это что-то вообще новое, прикольное. Ну, мы пришли к тому, что я когда-то, ну, типа, я не сильно боюсь менять... Игроков форматы. Ну, это тоже, блядь, как выясняется, нахуй. Но... И административный штаб. Имея в виду, что... Накидывай дальше. Не сильно боюсь экспериментировать на канале, потому что уже такое было. Типа, все снимали фифу, я тоже снимал фифу, потом, блядь, начал снимать челленджи. У меня сильно просел в сравнении с другими фиферами канал. Ну, типа, но потом начал через какое-то время набирать. Потом все снимали челленджи, я начал снимать футбол, у меня просело все, потом, наоборот, типа, выстрелило. И, типа, там, сейчас пробуем какие-то эксперименты, еще что-то делать. В первую очередь, надо, чтобы кайф на съемку. Маб снимать будем? Я не могу. Ну, для этого, кстати... Для меня звучу. А, ну, тут... Так мы тебя уже и позвали. Тогда работаем. Девочки! Для Ивана работаем. Входите. Женатые, встаем. Получается, канал будет не бабы. Без баб. Не бабника. Нет, ты можешь, как Гена Букин. Этот без баб в этой майке. Не бабника. У меня, кстати, есть такая футболка. Следующий выпуск, ты сидишь без баб. Давайте 500 лайков. Но с бабами. 500. И Ваня сидит с двумя бабами, но в майке без баб. Нормально. Нормально, работаем. Отлично. Давай добьем тему МКСа нового. Сева эксклюзивно у себя в Телеграм-канале обозначил, что есть вероятность того, что... Есть, мы обсуждаем, да, что может быть перенесен на осень. Мы обсуждаем завтра. У нас встреча с Динамо. Вот мы снимаем ровно. Мы снимаем во вторник, в среду еду общаться с Динамо, с Ситонным партнером турнира. Будем выяснять, какие варианты... Ну, типа, есть стороны и плюсы от переноса. Есть плюсы от того, чтобы оперативнее провести. Могу сказать, как я хочу. Я за то, чтобы провести... Не, наоборот. А я уезжаю. Можем перенести? А, ёптаем. Ты над меня делал. Я думал, ты из-за меня так на осень. Ну, типа, есть, как бы, разные вариации, поэтому будем обсуждать. Мне почему-то кажется, что тоже перенесут турнир. Потому что я в воскресенье тоже общался на премьер-пэл с людьми. Ну, нет, там просто есть приколы, которые... То есть вы думаете, что они... Ну, во-первых, есть стороны, да, есть люди, которые утверждают, что они смогут стать... Старственниками? Да, человеком примирительным между букмекерами и которые... Я просто в средней тренировке общался с одним человечком. Говорит мне. Ну, не, ну, типа, я тут не сильно, кстати, с ним, я думаю. Не, ну, я просто... Я думаю, что хотят больше мириться с букмекером лиги, в первую очередь. Не мириться, а мириться. Мириться, да. Пока мириться, да. Потому что там сложно, там выкупили сборную. Ну, короче... Какой это, кстати, по счёту МКС? Пятый, по-моему, пятый. Юбилейный? Да. Юбилейный. Слушай, вот пятый МКС. Ну, там есть и приколы, ну, то есть прям более мощные, чем отсутствие команд. Ну, то есть можно придумать прям... А можно сделать Амкал и две команды из РПЛ? Вообще запросто. Да ничего, тогда мы в тройку сразу. Работаем, работаем. Топ-3? Топ-3 команды мы в финале. Можно две, блядь, сразу. Одну игру сыграем, давай, и всё. А насчёт команд тоже вообще непонятно. Почему? Четыре будет команды или шесть? Нет, четыре точно не будет. Четыре очень мало. Шесть, да? Ну, рассматриваем вариант шесть, восемь, десять. Ну, вот типа вариант, который рассматриваем. Твой идеальный? Если бы тебя не несёт. Если сейчас проводить, то, наверное, шесть. Если позже, то больше. Смотри, представляешь, Герман, первый МКС ты там деньги нёс. А если тебя дали сейчас за пятый бы наликом, как бы сумка выглядела? Уф. Ну, типа ты имеешь в виду гонорар, не, типа гонорар, который я получаю? Да, но это твой. Или обматываются полно всё. Или типа просто на турнир на проведение. Нет, это знаешь, как в Джокере, когда он ещё поджог потом это всё. Не разумеется. Гонорар, нет, типа гонорар, это такой, о, и вот. Ой, ёбаный. Ой, выпало. А на турнир, когда с куча, в Макдак заходишь в комнату, и в железку, блядь. Во все тяжкие, когда они ложились на деньги. Нет, там они по слову складываются. Так, мы о том, как это всё выяснили. Нихера непонятно. Да, ну, типа... А когда решится? Ну, я думаю, что завтра будем близки к финалу. Просто сильно, ну, естественно, важное мнение того, кто даёт деньги на проведение, ну, то есть, типа, титульного спонсора. Ну, им невыгодно, если в двух словах. Ну, типа, им, да, им, возможно, выгоднее перенести, потому что есть, ну, они там нашли какие-то ходы, как сделать крутую взаимозаменяемость, или, типа, вернуть команды, которые сейчас не могут пока по их договоренностям, вот. А ты не хочешь полностью МКС в зиму уйти? Чтобы играть где? За границу, может? Там нет зрителей. Мне кажется, что самый кайф вообще... Я вообще не вижу смысла... Ну, то есть, типа, это прикольно, наверное, для игроков слетать зимой в Абу-Даби, вообще, как и нам в Турцию было, вообще, очень кайфово, классно. Но просто зрителей нет, и скучный футбик. Казахстане было... Ну, эмоции. Ну, да, ну, условно, в Казахстане манеж ужасный, типа, там, судейство ужасное, много чего, ну, проживание, ладно. Прекрасное было. Но кайф болел очень сильно. То есть, даже у нас какие-то матчи, там, не самые важные, где, там, помнишь, мы, там, гол старого, блядь, все празднули, все команды, то есть, типа, со зрителями. Это намного, это дает сразу другой вайп совершенно. Так вот, мы сейчас, аккуратненько, я сейчас кину, чтобы вот этот мостик, ты, спасибо, что закинул мне. Чтобы даже тебе в ухо подсказывать сегодня. Короче, я, к чему мысль о том, что без зрителей? Краб, аренда. Краб мог перейти в Амкал. Краб, это же тот человек, которого знают везде. Конечно. Как он сказал, правильно? Краб. Мостик. Краб. Закончится контракт, давай с тобой поговорим. Это официальное заявление. Нет, блядь, какое, игрушечное, такое, типа. Флаки-флаки. Какой бы ты готов был зарплату на точку? Потому что он вчера говорил на столе сколько. Ну, блядь, все скидывались. 700-800, это... Я бы сказал, Вай, сколько готов? Он такой, блядь, готов? 10 тысяч из своей, по-моему. Я скажу, Сиба, Сиба сейчас, блядь, на бой заработал, скажу, блядь, готов. Мне кажется, мысли бы заработали бы очень классно. Нет, ну, слушай, мне кажется, что вот правильная мысль, что Краб же еще и генерирует огромное количество контента. Каждый день по три поставки выходил. Ну, это что? Не, я вообще считаю, что это было бы невъебенное реальти-шоу, если бы мы Краба поселили бы с Сибачем на сборы. Вот сборы Краба и Сибача в одном номере, где он реально, блядь, заставляет его в обрыве приходить и жестко следит за отбоем. И типа, ключ только у Сибача есть, какой-то старого деда. А Краб у Сибача ставит? Да, да, да. Вот сюда вот, говорит. Да, да, реально, мы такие, знаешь, типа, на 10 дней мы думали, что этот его перевоспитает. Понял? На 10-й день приходим, двоих на трене нет уже, блядь. Ну, такие, где? Сидяна. На колесницах, блядь. Читаясь, блядь. Ты просто в этой балахне, в этом корону одел. Из Бургия Кинга, причем. Мы остаемся в Турции. Плаки-плаки, блядь. Ну, тут реально сигналы работы, да. Возможно, это более счастливая жизнь. Ну, смирайтесь. А Краба хоть видели плачущим? Я видел вас, честно. Да? Да. Когда картошки... От счастья? Нет. Когда картошки ему не хватило. Вот он тогда немножко всплакнул чуть-чуть. Он в движении проиграл Сереге Клепикову 10 тысяч рублей, и у него не было. А, всего? Да. Зато он в разъёпы стоит. У Сереги Клепикова не было 10 тысяч? Нет, у Краба. А, я думал, у Сереги Клепикова не было 10 тысяч? Мы увиделись в движении, и они договорились сыграть на десятку. Блядь, изи нахуй десятка. Во что? Вообще фу. Опа. И проиграл, Сереги. Три раза. Они проигрывали. Что вообще по Крабу? Ну вот, насколько история, как будто знаешь, когда... Ну типа нет, в каком контексте? Можно, исправим ли он, типа, в плане... Нет, нет. Если Краба брать, то его использовать таким, как он есть. Перевоспитывать я не вижу смысла. Мне кажется, что ему уже по возрасту сложно. Пока не умрёт, юзать просто. Ты как с лошадью. Мне кажется, что ему всё равно нужны какие-то рамки, но не глобально. Не вот это, ну типа, не всё, мы запрещаем тебе всё. Ну то есть, можно ставить, но... Ему же никто не запрещает. Ему вот некий говорит, сука, просто приезжай на тренировку. О, блин, это же... Бля, Саташи тут у нас приехал. А можно говорить, что приезжай ровно в 10, но можно в 10? Ты, блядь, вы не понимаете. Ребят, я вам расскажу тактику. Есть такой замечательный товарищ у меня, Вячеслав Бустеренко. Человек, который славится тем, что он ни разу, нахуй, за всю свою блогерскую карьеру, ни на одну съёмку, сука, не приехал вовремя. Он опаздывает минимум на полтора часа. Вот, блядь, реально. Как вот последние две съёмки, которые были у меня, что мы делаем? Я говорю, алё, пожалуйста, пожалуйста, родной, Бустер, приезжай, нахуй, в 10. А мы в 12 только, нахуй, операторов привозим. Клянусь, нахуй, рабочая схема. Так надо так же Крапу скажите, блядь, просто создайте чат с Крапом. И чат без Крапа. И вы такие, так, тренировка завтра в 12. И Крапу пишем, тренировка в 10.30. Всё, нахуй, полтора часа ему запас, он идеально. Я думаю, он быстро раскушит. Думаешь? Не факт. Сомнения есть. Крапулик смышлёный, он всё прогадает. Ну, сигнал только получится. Не, ну я, короче, считаю, что... Я думаю, блядь, в отдельном чате, нахуй в 2 года. До сих пор, блядь, не догадался. Общайся сам со мной. Мне кажется, Лига всё правильно сделал. Что заблокировал статус? Лига или... Ну, подожди, тут всё равно есть разделение. Потому что Коля, я так понимаю, что был за. Он готов был в эту историю. Дима запретил. Ну да, Дима запретил. Ну, Дима отвечает за спортивную часть. Ну да, да, да. Слушай, ну давай ещё такой момент обсудим. Ну, я бы, мне было бы интересно. Я бы хотел посмотреть на него. Я когда услышал, что этот, я первый в чате написал, давайте Крапа забираем. Мы реально в чате обсуждали делать предложение. А Сибыч первый, кто проголосовал против, кстати? Ну, не попал по кнопке. Сигнала не было, куда жать. Ну, вообще... Ну, там был с ракетой смайликом. Может, он поэтому тыкнул, я хуй его, да. Ну, я за такие вот бесшабашные решения. Несмотря на то, что это против регламента. Бля, причём Маратыч работал с Крапом. Ну, типа... И Крап, кстати, работал с Маратышем. Именно на спорте он испортился. Почему? Он там обнаспортился. Он не мог там использовать. Он испортился, когда I'm Back выложил вот это. Прямо с матча. Когда на спорте выиграли, у них праздник вселенский. Они Амкало обыграли. У них там счастье было, полные трусы. И они такие, всё, вообще... Нет, ну, они типа выиграли. И Крап тут же выходит. И просто ёбнуто люто. Ну, типа, весь мир медиафутбол обсуждает, что Амкал, типа, проиграл сенсационно команде на спорте. И Крап такой, я возвращаюсь. Вот прям тут же выкладывает фотку. Фоткается с Жекой и Некитом. И всем становится похуй абсолютно на спорте. И все обсуждают, что Крап возвращается. Там ещё Некитрал на трибуне. Да, они, блядь, на трибуне. И рядом типы с амкалскими плакатами стоят. Там просто параллельно же была история, что игрок РПЛ будет в какой-то команде после седьмого тура. Сходится, да, че-то? Нет. Евгений Харин, да, у вас? Евгений Харин у нас. Он будет играть? Потому что было такое предположение, что именно Евгений Харин будет в седьмом тура. Мы планируем Евгению Харину, когда он станет сорок, как Сибычу. И он обязательно... В целом он с нами тренировался. Да. Кстати. Я даже скажу больше, он даже с нами бухал. А это... Это гораздо важнее, чем просто какие-то тренировки. Практически в составе из-за этого. Ну, он плотнее многих уже в коллективе находится. Ну, в чате давно уже. Ну, скажем так. В рамкаловском чате? Да. Давно. Давно. Я больше тебе скажу, картридж был больше на карандаше, чем Жека. Да, в какой-то момент Картриджа удаляли в чате, а Жека остался. И он такой, где Толян? Короче, на днюхе Млечного встречаю... Ну, кто не знает, Жека Харин женат на сестре Толи Катриджа. Вот. Я встречаю их, и сестра Толи, и Жека. Они такие, ебнер, где Толян? Он заебал их вообще. Чего вы, блядь? Да выпиздил его. Так что вот такая ситуация. Слушай, меня больше интересует история Крапа и взаимодействия с Чисто Питером. Ну, мне как-то... Чисто Питер... Как будто бы Чисто Питер... Ради хайпа готовы были хорошие концепции. Немножко грязный стал, да? Ну, как будто, да. Чуть-чуть. Учитывая, что у них концепция только питерская. Да нет, нет. Они же... Ну, когда... Дефлей, да, почему-то? Не, я к тому, что они же... Они же не раз уже... Трубу что ли провели там волтуфьево тебе? Чуть-чуть небольшую, питерскую. Они же не один раз... Один раз не... Вот. Короче, не один раз уже прибегали к тому, чтобы забить болт на свою концепцию. Но... И в этот раз просто сделали то же самое. Ну, то есть я к тому, что они давно не придерживаются вот этой... Мы только пили, только из Академии. Мы только тех, кого нам нравится, но... О, и ты прикольный. Иди к нам тоже. Ну... Ну, они пытались, но все равно останавливались. А тут прям уже сделали конкретный шаг. Это как пытались, но останавливались. Это как, алло, краб, скук? Не, не, не. Ну, это вот так, типа, ты так убедешь, такой... Такой... Как долго хотел поцеловать, но такой... Ну, я остановился. Из этой серии... Ну, они достаточно давно, по-моему, от нее уже так... Ну, поверхно... Там же вроде все питерцы. Не, не, не. Они уже тысячу раз предлагали и контракты, и ребята... Нет, просто я говорю... И тем, кто вообще всю жизнь болеет за тостом. Вот у тебя есть концепция, у тебя есть какие-то питерские истории, но при этом ты при всем берешь это вот как краб такой. Я всегда был там за Спартак. Оказывается, в локомотивской школе был. А то, что, блядь, у нас президент коней, блядь, болельщик Спартака, который... В основном не болельщик, воспитанник. Ну, вот. Ну, тогда... Да, согласен. А как его так воспитали? Вот так. Нет? Извините. Ну, короче, что? Да нет, ну, правильно. Слушай, краб, это вот, знаешь, это вот... Как тебе сказать? Вот это... Три семерки. Это типа золотой лот. Золотой лот, который... Когда вот сошлось, и все видят посты, что все, он уходит. Это же, блядь, все видят, знаешь, что ты ходишь по, например, Минску, где разрешено казино, и ты видишь, огромными буквами такое казино, все блестит, ты думаешь, блядь, вау. Да, и то же самое, это красивая вывеска, и все хотят поучаствовать. Мы хотим участвовать. Ну, 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 давай, ну, дядки свои вопросы. Не, 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 вам не надоедает это? Потому что в какой-то момент, когда он в очередной раз опоздал, я такой... Да, краб, блядь, у них закончились приколы, ему надо искать новую команду, там, блядь, только опоздание, там уже неинтересно. Реально, они сейчас профита, ну, вот они типа, вот, вау, вот, краб, этот... Давай к нам, я говорю, краб у нас бы вообще раскрылся бы по-другому. Вот, честно, справедливости ради, мне безумно нравилось, как он был в Народной, и как Народная через него устроила контент. Ну, мне кажется, что прикольно. Ну, они его на 100%. И все, все следили, блядь, за матчем Народной, я клянусь, я смотрел матч, и такой, блядь, выйдет, не выйдет, забьет, не забьет, ну, типа, реально интересно. Плюс он еще травма получил, с этой травмой, да, долевая, забивая, прыгал, как Рыштьяна, в восторг. Ну, он, типа, команду. Давайте теперь переходим на команду Тора. Да. К-10, 300 тысяч. Не, ну, послужим. Не, ну, факт. Ну, абсолютно. Я даже единогласно. Ну, бы так, давайте мы так же проголосуем. Давайте, вот, коротко прям. Спасибо. Десятка лучшая. Следующая тема. Не, ну, чужик нормально накинул. А что он нам говорит? Не, не. Поделись. Это, может, еще в твоем телеграм-канале? О, официальном, Матвей Сафонов перешел, пассажи. Ну, это мы еще до, дойдем до этого. Че там чужик дошел? ПК-10 команда Тура? Это пиздец. Вы ебанулись. Вы куда смотришь? Я в ахуй. Мифическая команда Тура. Что они сделали? А сам Азамат Ашкуедишку покурил на бровке. За это ему дали 300к. Амкал команда Тура, потому что мы приехали все красивые. Это мини-перформанс. Во-вторых, победили 6-0. Все голы на вкус и цвет. Еще вышел легенда Феликс. Чужой. А Кленк, к сожалению, не смон. Как он такой? Чужой, милый. Он вышел, вышел. Чужой тебе первый гол в медиалинии. Короче, Амкал взял все. Нет, вот если бы ты не читал бы вот Самкала, вот первый абзац вообще идеальный. Нет, честно, честно. Я, ну типа, всегда стараюсь самокритично относиться к себе, к нашей команде и так далее. Блядь, ну народное отдали, вообще бы завалил ебало. Вообще бы ничего не сказал. Народное, блядь. На нуле. Кам Карера, там... Ну слушай, я думаю, за Фаер. Да какая разница? Нет, Фаер не Фаер. Ну а что, за Фаер не дать команду Тура? Ну они же, а при чем тут это? Дай 299 тысяч отлини за Фаер. Нет, ну слушай. Да даже не так, даже дать им команду Тура и оштрафовать на 300, на фиг. Вот, вот это вообще сильно было. Окей, ну они команда, ну они же сделали пиздец с перфоманом. Ну типа, они привезли привезли чувака вне комьюнити, на нем построили весь матч, все, блядь, и, блядь, еще закамбетчили и вытащили матч, и все это было, ну типа, я говорю, я не фанат Спартака, но это было прикольно, и было за этим очень круто наблюдать. Я смотрел полностью матч Родины и Десятки, ну кроме футбола там ничего, правда, не было. Еще и, блядь, этот, нахуй, заруинил, сука, мне фэнтези, блядь, пенальти, ёб твою мать, ну как, нахуй, так пробить? Ну Кутуз, блядь, знаешь, что Кутуз сказал? Три, нахуй, у себя, Три, блядь, я просто пустое место оставляю, блядь, фэнтези, десять человек собираю, и то, нахуй, больше очков там будет, блядь. Короче, я, Кутуз, знаешь, что сказал на стриме у себя? Что? Скриньте, вам Калеб будет, нахуй, через полгода. Официальное, давай, блядь, официальное предложение, Кутуз, после сезона давай встретимся, поговорим. Серег, ты все знаешь, мы телефон есть, наберемся, блядь, мы с тобой играли вместе, что, просто так-то? А я должен, сруто переводить. Не, мы, кстати, я нормальный, на самом деле, Серега, мы хорошо общаемся. Да я без шуток, ну, в смысле, я говорю, Серега, да нет, он защищает свою команду, ну, что? Сто процентов. Он нападает, блядь, нападающий. Ну, я реально не понимаю, за что десятки дали, потому что, наверное, только потому, что они выиграли главный матч тура. Нет, по вывеске, какой главный, да нету. Ну, по вывеске Родина Медиа Десятка. Нет, это было... Ну, типа, занимают второе место у себя в группе, даже первое. Ну, типа... Вывеска ничего не значит, вот сзади написано Краб Грот, и что, блядь. А он, блядь, Тудрот. А мы фейкуем. Фейкуем. Это фрукт такой же? Фейкует. Я к тому, что футбол был, да, неплохой, даже очень хороший от десятки, но, ну, все, там больше ничего не было. То, что я раскорсил потом речь белого, и это все потом... Нет, просто как будто нет какого-то... Ну, во-первых, нет критерия четкого, но все равно и там всегда несколько вариантов есть обсуждать. То есть там кто-то может сказать, что, типа, о, да, там многие из нашей структуры считают, типа, мы, блядь, много забили, ярко приехали, какие-то перформансы были, там, окей, это, ну, кто-то скажет, блядь, кони пиздец слабые, нищие, ну, там, народные. Ну, то есть, типа, несколько вариантов команд. Файт Найтс, блядь, отыгрались, нахуй, за камбэчили. Ну, то есть, типа, есть варианты команд, которые тоже могут претендовать на это звание. Ну, типа, и они прям первое, второе, третье все равно не бьется, типа, десятка там не в пятерку. Ну, как будто не в этом туре, просто нет ощущения такого. Ну, да, ну, то есть, типа, при том, что я там в других, наоборот, типа, готов... У меня нет предвзятых отношений к десятке. Да вообще похер. Просто, я говорю, 50 тысяч зажали, прикинь, я белого раскручиваю там, чтобы ему медиа-статус дали. Полтинник скиньте мне. Мне Серега пишет Клепиков. Петь, а я им пишу Тен. Я вам клянусь, блядь, не верю. А ты решил так делать? Да слушай... Откуда эта история появилась? Я просто матч смотрел, думаю, как пацанов немножко расслабить и... Я не вру, блядь. Вот. Просто думаю, как их расслабить немножко встряхнуть. Ну, да, да. Я просто такой думаю, ну, вот... Ну, уже какая-то шуточка. Простая кричалка была, типа, вообще, ну, полная шляпа, по сути. Я думаю, ну, давай я ее немножко вкину и, как бы, скажу, что не получилось. Все. Не, ладно, был смешной прикол, который не получился. На медиа-спорт выкладывают и в этом голосовании за лучший, типа, там, игрок, за лучший, там, и там, по парам выкладывают. Катридж. Катридж с Киреем. И выложили голосование, где катридж разъебывает люто Кирея, просто, нахуй, в щепки. Они репостят к себе и такие, ну, давайте за катридж проголосуем и, блядь, он продолжает дальше разъебывать. Ну, то есть, типа, по-моему, шутка, которая нихуя не получилась. То есть, они думали, что переломят. Ну, да, такой, такой, ну, типа, и там и без репоста, блядь, пиздец сколько было. Слушай, ну, мы съехали, много, на самом деле, футболистов попало в сборную тура именно из МКО. Сборная тура, по мнению медиа-спортс? Да. Надо посмотреть, хотя бы кто-то. Ну, посмотри, конечно. Ну, блядь, ну, конечно, попадет, потому что мы выиграли 6-0, блядь, это классный матч, много голов, блядь, все забили. Плюс у нас много игроков, так скажем, узнаваемых комьюнити. Ну, да. Это тоже влияет. С чем ты согласен? Скажи, пожалуйста. Коль Зириков, по факту. Ну, нет, ну, ты просто... Я к тому, что сейчас нету задачи кого-то там... Может, все матчи я не видел тоже, поэтому не могу сказать, но, может быть, есть какие-то сомнители. Я просто смотрел матч МКО. Ну, вот... Ну, Кузя, Скробот, тут-то я должен вам довериться, Илюха Давыдов, как обычно, забил, забил решающий Булеталити, плюс он после Гейморита, поэтому... Хуя, ты подробности знаешь, да. Я узнавал, пробивал для Фэнтези. Я просто, типа, понял, там, ну, этот Лаза сыграл, Ты, блядь, Кутру заберешь, который пенальти не избирает, а тут Гейморит. Он, блядь, продал машину, сейчас он поедет на метро, устанет, блядь, еще поест сосиску, а она не свежая, блядь. Нет, он еще и отправил его в больницу за свой счет, чтобы Фэнтези у него вывести. Жесткий, конечно, поздание. В итоге я просто никого не брал с броком. Бля, еще не забывайте, что есть некий персонаж Икс, который платит Карату за голы. А, кстати, вот это на самом деле. Это ты? Давайте честно скажу, это не я. И прикиньте, по-любому он берет Карата к себе в сборную и мотивирует. Это, блядь, не честно, я считаю. Это точно не я. Надо выяснить, кто это такой. Вань. Хотя, я Карата, я честно сказал. Ты знаешь что-то об этом? Знаю. Вот, знаю, не скажу. Ну, давай так, это человек из... Блядь, ну, ладно, я тоже знаю. Я тоже знаю. Ну, это не моя тайна. Я не могу сказать. Все верно. Ну, я знаю. Классик не классик. Да ладно, я тоже знаю. Но я так накинул, что мы с Сау спалились. Спасибо, что позвал. Что? Плаки-плаки! Расскажем ему что-нибудь. Бля... Последний раз я их, конечно, звал. Но пятак там сразу был отправлен в Каратику. Слушай, ну прикольно. Я рад, что нашел... Там суть в том, что... Потому что у Баса нет премиальных в принципе за матчи, а тут еще и за голы. Ну, типа, поэтому... Вы сейчас платите зарплату Карату? Сейчас? За что? Ну, то, что аренда может. Не, ну, а, ну мы договорились с Басом, как... Ну, типа, Бас большую часть практически закрывает. Ну, и плюс... То есть ты как бывший? Три тысячи немножко накидываешь. И плюс у него... Да. И плюс у него нет там премиальных... Ну, типа, естественно, мы не платим. Не премиальные, не за голы, ничего. Кстати, у него и голов, кстати, меньше, чем у меня. Видели эти таблицы? Да. То, что ты красный? Да. Сегодня смешная история была. Карат приезжает, играет в челлендж Медалиге. Вот. И, короче, он говорит... А, кто начал разговор? Ты? Леон? Ну, что-то я там скинул. Что, типа, про голы, типа. И он такой, говорит, блядь. А, да. По минуту. У меня больше, типа, голов было, чем у тебя. И он говорит, я, блядь, играю нахуй три минуты. И я говорю, ты его выпустили в втором тайме на три минуты. Он такой, это твои проблемы. Тебе, блядь, как двойная нахуй. Ну, было прикольно. Не, ну я искренне радовался за каратика, когда он забил. Да, конечно. Он так праздновал. Так сразу начал накидывать все. Это же круто, что эмоциональный порыв... Ну, он давно, блядь, копил в себе. И он действительно, ну... Как он про эту пятку еще бледина попал в пятку. Не, карат молодец. Короче, мы кайфуем от карата. Мы за карат и берем карата фэнтези. Ну, вообще-то не надо. Поэтому пока не получается. Бля, мы с конями играем. Там половины удалены, а вторая половина... Ладно, короче, мы к этому придем. Был звоночек немножко вот... Омрачило победу, легендарную победу Амкала. Вот этот... Мы будем слагать, а не легенды. Какое, блядь, число? Давай, день разъеба, блядь, праздновать. Уже, блядь, через год команды не будет, блядь. Блядь, давай, с кем мы там еще, блядь? День разъеба, матч ТВ, блядь. Слушай, ну в последний раз столько забивали, я не помню. Даже к Вазару мы столько не забили. У нас была шутка, когда Дуб не сбивал, блядь, полгода, и потом забил матч ТВ в медиалиге, и семь празднований ебанул разных, блядь. Там и так, и так, и, блядь, вот так, нахуй вот так. Я к тому, что Валях, он все-таки самостоятельная СМИ. Да нет, короче. И в чем там был момент? Давайте говорить так, комкал, наебал, не делик. Нет, нихуя, это пиздеж полный. А не будем так говорить, блядь. Это тотальный пиздеж? Нет, ну, подожди, дай-ка я заставлю. Ты зачем так говоришь? Во-первых, это было вкинуто, ну, типа, безумно в рофильном виде, и это про канала. Ну, то есть, типа, это такая, блядь, очень странная и хитрая совпадение фактов. В чем прикол? Перед матчем мы начинаем разгонять, что, прикинь, ну, и у нас есть это в видосе, там, и даже в ролике часть из этого есть. Все, типа, народная команда, фанаты Спартака, мы уволили фаната Спартака, Ваня Млечного, и, блядь, через 16 секунд забили. Я начал ходить по нашим пацанам и говорю, так, нахуй, кто за ЦСКА болеет, блядь, кто за ЦСКА? Ждан болеет, Кирао болеет, и Ждан говорит, не, нас, мы операторы, нас не трожь. Говорит, Валех болеть за ЦСКА. Я такой, о, нахуй, давно, блядь, хотел. Я Валеху, мы, короче, договариваемся, и забираем у него этот бейджик. Я говорю, все, нахуй, ты, блядь, не обрался в СММ, ты, блядь, сегодня Валех, в влажный футбол. Все, мы, типа, увольняем, до конца матча увольняем, ржем над этим, снимаем это, и все, его удаляют, и говорят, он, блядь, ваш. Я такой, я его уволил, нахуй, у меня на видосе это есть. Я вчера начал пересматривать этот момент, и там смешно, как судья сказал, Неклассика, где Неклассика? Мне нужно, блядь, интервью дать! Неклассика! Срочно мое мнение! Он такой, Неклассика, надо удалить его. И там еще очень смешная ситуативка была с Дэном Безопасность, который такой, он же, типа, я говорю, мы его уволили перед матчем. Он говорит, как, блядь, как? Я говорю, я, нахуй, видос, я сейчас покажу, блядь. Я реально его уволил, нахуй, я говорю, проверь бейджик у него. Он такой, блядь, чёп, блядь, вот так поднимает, а там реально, нахуй, важный футбол, блядь, СМИ, нахуй. И он такой, ну, типа, немножко в охуях, он такой, он от вас сбежал. Я говорю, так а чё, блядь, коней снимать, а не проебывают, блядь, треной. И это пиздец так легло, это легло идеально. Ну, это легохотовка. Ну, это легло идеально, просто стечение обстоятельств, и, блядь, подали на Энни Манди. А сегодня Тьюзи, блядь. Знаменитая вот она. И, ну, подали, как будто мы, блядь, запланировали, ебать эту штуку. Слушай, ну, вчера на столе такой же посыл был от Неки, это точно, что типа наебал. Техническое поражение, согласен СМИ. Так мы готовы были, блядь, надо было рассматривать, просто было. Ну, нам, что-либо продавать, блядь? Типа продавать. Мы не можем на себя накидывать. Ну, мы, да, мы сделали хуйню, так нас разъемы будут и другие. Подожди, но есть универсальный ответ на это всё. Всё правильно. Пошёл. Красный я тебе с этого стола, блядь. Вот. И, кстати, Дима Егоров вспомнил тут вот тоже, что я хуйню. Да, Дима Картамо сразу написал, что не переносится. Ну, это уже понятно было, блядь. Есть другой прикол, есть другой прикол с переносом. Я так ржал. В онлайн медиалига, ну, ладно, просто медиалига со спонсором. Следующая мать, блядь, это кубок, на который ты не играл, нахуй. С чего, блядь? Это же турнир, продолжение турнира, нахуй. Это он пропустил суперхубок, он не играл, блядь. Ну, там и заявки не было. Как это, блядь? Он там, блядь, в заявки, те, кто нахуй участвовали в прошлом, ну, кто в медиалигу выиграл, он выиграл в медиалигу, его звали, блядь. Это поднимем справки. Ну, а где твоя папочка? Хибач вчера на стол пришёл с документом, а ты чё, не подготовился? Не готов. Давай чем от тебя? Ладно, наебали? Не, ну, в целом, да. Наебали лигу. Нет, ну, вообще грамотно, вопросов какие. Красиво. Ну, блядь, со свойств придёт? Ну, надеюсь, чтобы мы всегда так попадали. Следующая тема про регламент. Вчера Сибыч пытался накинуть. Тебе реально триггерирует, что лига там в каких-то моментах? Вообще плохо. Всё, следующая тема. Ну, нет. Как ты быстро, как ты умрешь. Он иногда ходит на стол для того, чтобы немножко разогнать не только, ну… Слушай, ну, на самом деле, на регламент в целом, по большому счёту, срать. Потому что он часто не соответствует своему нюансу. Ну, самое главное, что сейчас лига в таком статусе. Ну, Оля, знаешь, там, на пищевой цепочке она вот по самом верху. Можно доставать там пищу. Тихо, тихо. Краб выше был. Так, ну вот в лиге, а потом краб идёт. Окей, так пищу убираем. И просто, типа, можно, короче, косячить. Ну, реально много. То есть, ну, выёбываться там, делать какие-то решения. Потому что, когда у тебя высокая лояльность, в целом до тебя не доебутся. Вот. Ну, и поэтому… Ну, то есть, короче, я считаю, что лояльность к лиге абсолютно достаточно высокая, чтобы… Какой коллеге? А? Какой коллеге? Лояльность к лиге достаточно высокая, чтобы просто сказать, а нам похуй, краб, мы разрешаем перейти куда угодно. Ну, то есть, прям так и сказал бы. Лиге выгодно, чтобы краб играл. Если дроты не дают им игровое время, мы готовы, блять, пойти, ну, краб, нахуй, пиздец. Один из самых известных в комьюнити. Мы хотим… Даём ему, блять, плюс два дня. Вот никому не даём, а им даём. Мы даём. Мы… Ну, Лига же так делает иногда. Мы десятки разрешаем сделать конкурс профиков, и одному дадим статус. Вот. Ну, такой. Ну, типа… Или, допустим, Рокетом мы даём… Вот, блять, даём 13 человек заявить. Всем 10 можно, а вам 13. Ну, просто, типа, вот… Ну, и никто же, блять, мы же никто не спорим. Нулевое инфополе, блять. Нулевые инфополе, блять. Даже за такую хуйню, как до заявки… Да мне вообще реально похуй, какие там люди заявляются. Я нахуй не знаю, блять. Не скажи. Ну, всем же реально срать, по большому счёту. Ну, хотя бы до этого можно докопаться. Там, блять, из этих 13, блять, ещё, нахуй, 5 не выйдут вообще, может. 5 рахитных, 5 не выйдут, блять. 3, блять, какие-то там… Салим. Нет, слушай, ну… Салим обманщик футбола. Кого? Кого Салим? Кстати, хороший канал, нет? Я согласен. Их мало. Это тоже прецедент, если бы… Если бы вы сказали… Просто это тоже, ну, как будто бы это тот чувак, прикольно, на которого посмотреть. Ну, то есть это не чувак, который переходит со скандалом, там, из гранда в гранд. Это не чувак, который, не знаю, там, точно… Это сейчас, блять, там один человек играет. Это не чувак, который ставит. Это не чувак, который опаздывает. Просто потом будут рождаться спором, мне кажется. Ну да. Так они и так порождаются. Нет, споры – это заебись. Конечно. Тут суть же в том, что… Ну они же консультанты. Не, ну что же говорить. Вот вы крапу заявили, а другого нет. Это несправедливо. Так нет справедливости, блять, примите. Если лига будет тонуть, тогда уже пускай они лояльность повышают. А сейчас можно пользоваться этим. Мы говнялись, что картриджу, блять, дали несуществующую желтую карточку, удалили. Он же отсиделся. И они такие, реформа, блять, все, нахуй можно теперь. Теперь нахуй можно брать челлендж на вторую желтую. И, блять, нас получается единственную команду выебали, а остальные будет можно. Ну, блять, прецедент есть, прикольно, обсудили, сделали. Ну, типа, с этого момента можно брать желтую. Короче, респект лиги заразил. Если у тебя миллион подписчиков в соцсети, можешь переходить куда угодно. Слушай, ну в этом и прелесть медиалиги, что она гибкая. Да. Это в этом же и плюсы ее. Я просто не понимаю, зачем в штыки так воспринимать. То есть мы даже сейчас обсуждаем историю. Ну, мы. Там, Дима запросил, что, как Коля сказал, красного мяча в 1-8 не будет. Дима просит, а давайте мы угарим президента, что будет. Ну, прикольно. И вот мы играем, и ты такой, блять, вот хуй знает у тебя будет. Выйдешь ты или не выйдешь, мы ты на четвертом месте, нахуй. Просто в целом мы слишком борщим с серьезностью в лиге. Мало угара какого-то приколов. Где Текила с кальяном на бровке? Нет, Текила с Володей накидывали реально на десятку. Очень плохо. Мне не понравилось. Ну, грязно. Ну, да, грязно. Понятное дело. Но это зацепило Азамата. И когда десятка забила второй гол, единственная эмоция Азамата была, он вот так вот выходит. Кого вы там трахнули? Серьезно? То есть его это зацепило. Это единственная эмоция, которая была... Ну, это же... Как будто Саня может. Саня может более... Текила в трештоке реально хорош. Но вот здесь это выглядело, ну... Ну, прямо некрасиво. А потому что ответки никакой нет. Не, смотри. Наверное. Не за что зацепиться больше. Так в этом-то и смысл, что ты должен, допустим, с Титаном накинь текила такое, в ответ получил бы я в ответ такое же. Но здесь с Азаматом что-то... Азамат – это человек, который очень подкован. Он отвечает на любое интервью, подъёбывает всех, отвечает так, что... Он ведущий больших шоу крутой, да. Он умеет разговаривать круто и с тонким юнором. А зачем тогда в лоб идти, когда можно где-то технично накинуть какие-то моменты? Но это же гораздо круче. Бифы могут быть. Да я согласен, что текила с Володей, они порой перебарщивали и это выглядело... Ну, как-то... Как-то так себе, ну. Ладно, я слышу. Мы тебя выберем, мы тебя тратим. Окей. Это слова вот доктора в рехабе Володи так говорили. Блин, ну смешно. Именно от Володи очень смешно. Ну, типа, понял? Текила эти шо, как будто, ну, все привыкли к такому образу, а ты когда Волода это накидывает. Ты, блядь. Нет. Но у него были все равно такие грязноватые. У него еще сваяшки пиздец смешные. Он как-то умудрялся подбирать. У него борода. Там вши, вши. Ты такой, блядь, как ты дошел до, типа, ковшам, бля. Но лично для меня, я смотрел матч там, да, смотрел эти набросы, для меня в одну калитку Азамас все равно выиграл. Потому что вот это послематчевые там слова в ответ на то, что ему говорят, ну вот вы до этого обыгрывали слабые команды, и вот наконец-то вы дошли, он говорит, ну мы и продолжаем слабые команды обыгрывать. И он это так подал, что это было, как будто он козырями прихуячил. Вот эти вот необоснованные. Луч тоже нормально сказал, мне кажется, что фоканоль. Соси хуй! Фоканолик, фоканоль, мы там в перерыве. Ну вот это я уже не воспринимал после таких агрессивных набросов от Сани, потому что ну это как-то для него совсем мелко. Не, ну короче, оба мастера слова без шуток. Один в трештоке просто ёбарь, второй пиздец как подкован. И короче от них хотелось бы какого-то огонька прикольного. А ты не в этом истории? Вот когда ты говорила… Знаешь, чего хотелось бы? Типа так называемые рыбьи кости. То есть какие-то фразы, за которые можно… Даже фантик, это ушко дает. Помнишь, как раскрыли? Да, да. Я согласен в этом. А не просто типа там есть рот, есть хуй, я их там совмещаю всякое разное и получается трешток. Помнишь, когда вы играли в Казахстане с дротами, вы говорили… Я не играл с этим. Ну, вы говорили тогда, что дроты только после матча флексят. А Тазамата сейчас не такая же история была, что до матча ну никак не был разогрет. Ну да, да. Хотя это охрененная вывеска. Родина медиа… Мы поэтому и говорим, что условно не было подготовленного какого-то перформанса или там типа выебона до матча, чтобы… Ну короче типа это как одно звено, которого не достают до команды тура условно. Ну то есть типа не было там прогрева до матча. Я вообще не понимаю, почему… Ну то есть ты закидываешь удочку какую-то даже и если все срастается и ты поймал после игры эту рыбу… Ну ты можешь просто всю неделю просто… Ну короче, как будто бы это должно было бы работать в идеальном мире, как в UFC. Два бойца друг друга типа там ведут трешток, тоже как в Макгрегоре есть офигенный пример, да. Они там типа фигачат, фигачат, фигачат. Происходит бой, победитель на коне, проигравший обосрался, но при этом они, блядь, после боя такие я тебя уважаю нахуй, красавчик, блядь, когда-нибудь еще попиздимся. Ну то есть у них нет такого, что они нахуй искренне друг друга ненавидят. Но они круто разгоняют во всех этих подготовительных штуках и ну типа… А считается, что после нашей победы мы тоже на конях? Браво. Браво. На конях. Браво. Вот чем мне нравится Сибыч на столах ППХ сейчас… Красивый. Да, да. Хорошо, что мы с казвами не разъем. Он очки добрые одел и он мне напоминает все больше Фидолса, который на столе сидит и знаешь вот этот… разъезжает. Old Spice. На коне. Я, кстати, хотел предлагать, я Сибычу рассказывал, что прикольно было бы снять до игры историю с Old Spice, типа когда ты на коне… Блядь, только сейчас потом. Надо бы реально написать Old Spice, они, по-моему, сейчас можно в Россию выходить. А вы не хотите герфлексить перед играми? Мы флексим. Герфлексить? Мы, блядь, ну просто… Гипертрофировано флексим. Как же быть своим большим членом? Так мы разгоняли… Вася разгонял с дротами перед матчем. Ну просто, блядь, сложно флексить с конями, нахуй. Там предыстория ноль. Ну типа, что нам флексить? А, у нас три человека за Спартак, блядь. Что там на флексить? Мы и после-то не флексим, типа. Нет, смотри, знаешь в чем момент? Даже с десяткой. Вот я там в комментах чуть-чуть накинул на них. И я знаю, что Клепиков ведет телегу, отвечает там на комменты и что-то постит. Именно текстовое, на кого-то накидывая там, окей. Вот. Потому что однажды мы увидели, что он нечаянно, знаешь, запустил себя в нижнее белье и его быстренько удалил. И мы узнали, что это он постоянно делает. Короче, я к чему. Мне не интересно батлить с командой ФК-10. Мне интересно батлить, вот как с Радимовым у нас был спич, когда мы друг друга там подкидывали что-то. Вот если я понимаю, что даже если через имя Радимова там, но это его имя, кто-то там пусть не он сам что-то делает, но от его имени это понятный биф становится. Когда ты батлишь против какой-то просто команды… Ну, то есть, у нас нет персонали, нет батли… Ну, так всегда и происходит. Вот, например, сейчас, даже после матча, но Чистый Питер, там, Радимов как раз ругается с тренером Козлов. Они там друг друга нахуй посылают. Если бы это еще было перед игрой, вообще кайф. Нет, я к тому, что… Хотя и так Чистый Питер надо респектнуть, что они записали треки против Гуди. Ну, типа Дисона Гуди. Прикольно было? Да, нормально. Как разогрев, почему бы и нет? Да, нормально. Ну, больно не так. На самом деле, да, прикольно. Я видел, что, по-моему, кто-то пел после матча. Типа один из этих треков. Ну, как будто это не сильно подхватило комьюнити и сами Козлов. Ну, идея… Ну, типа, да. Я к тому, что… Смотри, здесь тонкая грань. Хочется, чтобы какие-то точечные моменты в Кибе были именно такие, которые расфорсились бы по пабликам хотя бы. Вот этот, да? Какой-то разогрев, чтобы был. Ну, пальчик хочет, короче. Да. Ты вспомни, вот за этот сезон, были ли какие-то прогревы прямо перед матчем, вот уже групповой этап закончился, что прямо было интересно потом сам матч смотреть из-за только прогрева. Это все пришло. Вот ты вспомни, вот у тебя в канале были ли такие, что ты такой, о, блин, как помнишь, в Казахстане, когда я накидывал Сибычем на дротов, дрот и там ответку… Нет, там чувствовался нерв прям. И вот это потом в игре, вот такое прям, было прикольно прям, и потом после они когда с пивком типа готовимся, ну это классно же было. Ну я вспоминаю «Амкал чисто Питер», то, что как раз ты с Радимовым накидывал. Потом почему-то вот у меня чувствовался дух соперничества, противостояние от «Удрот-десятка», когда играли, хотя там особо, по-моему, и не флексили перед игрой друг к другу. Да и после там не особо флексили. Ну потому что удалили жрота. Ну короче, блядь, все упирается в результат. Слишком всегда зависим от конкретной… Ну то есть потому что, условно, очень мало команд в медиалиге, которые могут нафлексить, въебать, ну типа проиграть и… Ну лицо сохранить. Ну такие типа, ну окей, блядь, идем дальше. Ну то есть типа да, многие такие, все пиздец, это крах. Многие становятся Джонни Боями против Оксимирона. Такая… Карьеры… Карьеры… Карьеры сразу, блядь, рушатся. Ну то есть типа, короче, не все могут проиграть вот этот батл, даже, ну типа, включая игру. И после этого такие типа, ну окей, блядь, сейчас… Ну нас типа похерачат, ну через неделю начнем заново. Вот, кстати, про таких людей. Димка Егоров опять психует и обещает уделять минимальное количество времени МФЛ. Что скажешь? Ну заебался, Дима. Тут особо и нечего говорить. По какой причине? Что у них вообще сейчас в броках происходит? Ну я думаю… Какой-то там дисконнект в плане людей нету… Понять трудно, потому что сначала был вопрос, что у нас так все охуительно, а через пару там часов, пиздец, так все хуёво. Я понимаю, что матч Козлов, который они проиграли в группе, был, ну скажем так… Там типа вообще критическая ситуация, что-то все заболели, блядь, все травмированы… Да, мне кажется, Диман просто близко к сердцу все воспринимает, потому что реально большое количество игроков у них. Заболели, кто-то травму получил… Ну вот матч с тандемом был супер неоднозначный, но, блядь, все равно выигран на классе за счет буллитов, там важные очки изобраны. Потом была ставка там в центр поля, что приедет Бельга, приехал Бельга, у него там проблемы с пахами, и вот это все накапливается, а то, как Диман близко к сердцу это воспринимает, поэтому логично, что он… К сердцу или к кошельку? Они же оплачивают в Бельге. Ну, я тут именно про сердце, я потому что не знаю, что там с деньгами, потому что я этого не хочу. Что деньги объединились с этими сроками? Ну, поэтому просто, мне кажется… Ты не писал об этом еще? Мне кажется, Диман просто, ну, накопилось у него. Поэтому… Ну, просто… Я просто… Ты в любом случае следишь за многими командами, и так, я думаю, так как у вас один партнер, вы все равно как-то пересекаетесь. Что вообще… Ну, есть ощущение, что если Диман с Райзеном сейчас как будто не в одну сторону смотрят, а есть как будто такое ощущение? Нет? По каким-то некоторым постам там, что кто-то… Ну, мне кажется, это же нормально, когда два президента… Нет-нет-нет, смотри, даже Сергеич высказался у себя в телеге, Двездин, написал тоже какой-то неоднозначный пост о том, что, ну, вот какая-то сейчас ситуация происходит, которая, ну, не позволяет оптимально идти. Ну, понимая такого, что все идеально у всех, знаешь, типа, понятно, что все же друг перед другом еще выебонят, и очень часто пытаются такие, типа, у нас все так охуенно… Ты сейчас про Гуди? И козлы? Не, ну, типа, и рано или поздно наступает момент, когда там, блядь, приходится у кого-то перестройка, у кого-то, блядь, омоложение состава, если же не выигрываете и так далее. Ну, это не про нас ты говоришь сейчас. Ну, это про Тудроц. Мы уже сказали, что если, типа, ну, это же последний танец тот сказал, что это омоложение составов будет. Ну, броуки построили охренеть какую сильную команду, то есть они, ну, реально год не проигрывали в основное время. Нет, это несомненно. Поэтому вот сейчас чуть сломались игроки, там, Мазура нет, вот эти две последние игры, и плюс была недельная пауза, и вот это чувство, броуки не выигрывали уже три недели в основное время, возможно, давит на них. Ну, я условно, я утрирую, это мои мысли. У нас, блядь, 17 ничей с нового года, блядь, было подряд. Три недели, блядь, мы такие, мы болельщикам, мы подходили к фанам, мы такие, блядь, ну, 39 недель всего, нахуй, мы, блядь, ничей. 39 подряд ничей, ну, что, ну, блядь, чуть-чуть, 40 будет, но потом исчезнут они, как в Т-30. Ну, я уверен, что вот следующий матч с десяткой будет очень важно в плане результата. А, когда же деброуки с десяткой? Да, вот сейчас с Борисой будет это топ-матч. Блядь, победителю надо 300 тысяч отдавать. И не надо, конечно, прогревать это все дело. Блядь, ну, кстати, этот матч как будто более, ну, типа... Жирный. Жирный, чем матч... Там еще как раз Броков выгнали из их арендованного места, говорят Азамат там, конечно. У него есть ключи от всех студий? Да. Серьезно их выгнали со студии? Те самые... Ну, чё-то да, чё-то. Те самые ключи с Алспос. Серьезно? Потому что они отремонтировали полностью студию, сделали ее, и вот их выгоняют. Короче, такая, ну, реально грустная история. Нет, потому что Азамат реально как раз место искал, и как будто совпадает все. Парковочная причем. Она такая, мне похуй, ну что мы дожим. Будет прикольно, если следующий выпуск какой-нибудь студийный прямо из этой студии будет. Нет, это был бы очень сильный подъеб, если бы кто-то спалил, как все выглядит внутри, и нахуй воссоздал просто. Ну, у них же там дофига студий, и просто сделал бы идеально. Надо будет сфоткать. Это, кстати, блять, отличная промо была бы. Какой-нибудь чистый питер мог бы ввязаться в эту херню и реально сделать. Ну, просто типа промо, где ты такой, типа, у нас матч, и просто весь прикол промо в том, что ты просто, блять, в такой же студии, типа в ней. Хорошая. Короче, надеюсь, что броуки оклемаются, все будет нормально, мы увидим и матч хороший, и прогревы отличные. Финально. Драфт. Краб на столе закинул о том, что будет новый драфт. Драфт о финале провален. Не будет? Но он не пойдет же туда, он сказал. Да мне похер на него, я хочу в драфт Сибыча, мы сейчас заряжены, Маратович подготовил, мы не все. Ты его провален еще хотел. Когда будет для медийных драфт? Блин, может тоже написаться? Попробуй свои силы. И нас все, блядь, опоку переломают, как тогда, блядь, нам с прямой нагибли. Типа чуть без крестов не оставлю. Нет, ну серьезно, драфт, вообще, насколько эта тема прикольная в данном контексте? Ну, наверное, большое количество ребят мечтают попасть в ФНР. Ну, то есть, мне кажется, такие, как, не знаю, Алишер. Он тоже говорил, кстати, по поводу. Ну, вот, то есть, типа, ну и Брокус, я имею ввиду. Типа, чуваки хотят попасть в ФНР. У тебя есть люди вот… У меня, в команде есть люди, которые не хотят попасть. Они не пойдут на драфт. Нет, я бы сходил на драфт, честно тебе скажу. Я бы вообще, прикольная история, что типа самого старого взяли. Нет, Сивыч, не хочешь? Там была история у Олега Дружука в драфт.ми, он участвовал, у Юры Бабина. И… Ты просто таких… Нет, нет, нет. И Дружука вспомнил, и Юр Бабина. Он ходил, там расприкол, там были все пиздуки. И ему там за 30 лет, и ему предложили пару вариантов. Они нашли ему там со второй лиги, где-то там… Нет, ну вторая лига – это мелко. Ну, фунел… У нас с Сивычем времени нету, чтобы… Вторую лигу пройти. Хочешь подниматься… Смотри, года три за выживание, потом в золото… Я за выживание борюсь последние три года жизни, блин. Короче, тема прикольная, мне кажется, можно ждать. Ну да. Хочу разыграть бутсы. Так. Что для этого нужно сделать? Поношенные? Да, конечно. Естественно, они мои. Это не поношенные, это в этих бутсах я вышел на разминку, и мы после этого переехали коней 6-0. Так может, не стоит пока отдавать тиф? Он не сказал, когда отправят. Нет, итак, что нужно сделать? Подписаться на всех в телеге, ссылки будут в описании. Плюс на моих друзей магазин, кто мне, собственно, любезно предоставил эти бутсы. Шикарные тяги. Это, естественно, реплика, ребят. Я в оригиналах не играю, потому что, ну, бабок нет сейчас. Все бабки уходят на крапы. Гера просто сделал фонд, говорит, если собираем 700 тысяч. Нет, нет, нет. Серьезно, ребят, я типа, блядь, придется, ищем людей, у которых зарплата 50 тысяч рублей вон кали. 14 человек выпил, да? А соберем одного крапа, блядь, все. Все, команда. Бизнес схема нахуй! Что за бизнес, сука? Блядь, не проблема, крапы. Крап-крап, почему? на столе комментарий как они или кто там или в телеге были комментарии как все сидят эти взрослые лежит крапу какой он там хороший читал это без шуток еще и футбол играть ему нахуй 7 лет всего какой маленький как макселло не ну типа из него реально можно еще у меня детское кресло я могу его потом возить на нем нет ну типа я к тому что он реально играет в футбол ну типа я никто не знает что будет но мы сейчас прикинь берем ситуацию что вот реально что-то у него встало на место и блять лет через пять может пиздец каким сильно на уровне медиафутбол может быть лучшим медиафутбол я думаю да пути только да потому что уровень рпл падает короче что нужно сделать чтобы забрать эти муцы подписаться на всех ссылки будут в описании пока не написать один комментарий на под этим роликом и собственно рандомно я выберу после матча и эти бутсы отправлю вам так что вот и весь выпуск ребят спасибо большое что посмотрели 1500 лайков и иван не классика собственно сидит дальше с нами элегантно но за кадром все ребятки всем спасибо это да выключать чтобы вот не